Девушки отдыхают Скажем так, не фавори у игроков Почему на нем не летают так часто И когда он только появился Я конечно же сразу же бросился его открывать Все таки я люблю Средние, ранние Фридрихи Густов Да, прекрасные машины на них Можно интересно, весело полетать Многое могут настоящие истребители Ну в общем Все самые лучшие отзывы о них И я как-то вот сразу же Почувствовал на себе, что этот самолет Вот как-то он мне не нравится Начал его прокачивать Открыл абсолютно все модули Ну и понял, что в общем Где-то меня обманули На самом деле мы неплохо Климбим, есть какая-никакая Маневренность Во многих аспектах самолет хороший Но в плане реализации Своего вооружения хуже некуда Достаточно недавно Был обзор по 202-му Фольгоры Ну в общем-то Казалось бы там стоят Пулеметы 12.7 Бреда Сафат Но они вообще не как кущий Так как можно с ними летать Но вот после них Я полетал на МГ-151-15 Которое установлено на нашем Втором И я понял, что в общем-то Бреда Сафат это очень хорошие пулеметы Очень хорошее вооружение Потому что наша МГ-151-15 Не обладает Осколочно-фугасными Осколочно-фугасными снарядами Она обладает Бронебойными Бронебойно-красирующими И снарядами с металлокерамическим Сердгичником В общем-то Это конечно же Не так хорошо Хотя с другой стороны Можно легкую бронетехнику Спокойно забирать Бронепробитие там Очень-очень неплохое Можно все Такие достаточно бронированные Самолеты уничтожать Но В нашей игре Все несколько иначе Обстоит Мы не так часто Встречаемся с Илами вторыми Кстати говоря Немецкие пилоты Вот только за это И любили МГ-151-15 Что действительно Илла второго Она прекрасно пробивала Всю броню И уничтожала пилота Самолет уничтожался Но во всех остальных случаях Эффект был не такой О котором мечтали И действительно Пушка Очень была нелюбима Я тоже Не исключение И в общем-то К ней отношусь Очень-очень негативно Да Это с одной стороны Это МГ-151 Но с другой стороны Все-таки 151-15 Это ад Чем можно стрелять Ну вообще здесь Я стреляю Универсальной лентой Она неплохая Но еще Чуть-чуть лучше Воздушная Воздушная лента Да Может быть Кого-то подожжете Но Вот Что-то как-то Мне не везло Все подожженные Быстро тушились И их потом подбирали И вообще Самолет Поддержка Поддержек Можно было получить Очень-очень много А вот Удовлетворения От вылетов Ну практически Никакого Ни в коем случае Не кидайтесь на вобров Поскольку Они съедят Ваш боекомплект А толку будет Чуть Так что Вот Такой важный урок Который я испытал На себе Но Тем не менее Тем не менее Давайте посмотрим Что же есть у нашего самолета Помимо вот этих Негативных моментов С МГ-151 Да Скорость у земли Ну она тоже Не бог есть какая В общем-то Мистер Шмидт Этим и греша Что у земли Не выдают Достаточно Серьезную скорость 500 км в час Ну да бог с ним В любом случае Можно ведь и заклимпить А на высоте Скорость будет уже иной Флатор 740 Нагрузка 740 Тоже очень неплохие показатели Да Скороподъемность хорошая Маневренность Какая-никакая есть Но Правда Вот Встретившись с американскими Ки-61 Я понял Что они меня перекручивают Но они и полегче Так что Здесь Нужно Это учитывать И Как-то вот Поосторожнее играть В любом случае Если мы играем От высоты От бунзума То тут В общем-то Несколько легче Нам в любом случае Да Самолет Владает хорошей скоростью крена Ну такой Типичный Фридрих Все у него Хорошо За исключением вооружения Да Четыре бомбы Бомбы по 50 килограмм Одно По 250 килограмм Ну и самое главное Восемь ракет 73-х миллиметровых Ну это для тех Кто любит Крабить наземку Я же считаю Что 109 Прекрасные Истребители И им место В воздухе Драться Драться Еще раз Драться Но ни в коем случае Не кранить Ну хотя Если уж И нужно По наземке Затащить То тут Возможности Есть разнообразные Ну и конечно же В среднем Самолет Если брать Все его характеристики В среднем Он конечно Неплох Ну это как Средняя температура По больнице Но тем не менее Нужно как то Более критично К этому подходить Оценивать И все таки В нашей игре Наверное Основным Мерилом Является Вооружение Если хорошее вооружение Можно придумать Как его Реализовать Если не очень Ну вот Хоть что ты делай Самолет Будет унылым Неинтересным И спрос на него Конечно Будет Низкий Ну вот К примеру Взять тяжелые Истребители Да Хорошее вооружение Но нет Скороподъемности Нет особой Маневренности Нет и Хорошей скорости Что делать Ну заклимбел Ушел в сторону Начался бой Вернулся Вошел в этот бой Ну и Пана раздавал Все казалось бы Просто и очевидно Ну а в нашем случае Есть скорость Есть маневренность Какая-никакая Есть скороподъемность Но Именно в реализации Мы очень серьезно Проигрываем Очень часто прилетают Добрые люди Которые видят Что ты уже всадил Половину быка В самолет И все никак Не можешь его убить Надо бы тебе С этим помочь И помогают Отчего Опять таки У тебя Происходят возгорания Поэтому Без огнетушителя И ведра с водой Летать Все таки Не рекомендую Ну и Конечно же Были отдельные версии Фридиха С дополнительным вооружением В крылья Ставили МГФ И действительно Самолет себя неплохо Показывал Но правда Ставились они Только избранным пилотом И я надеюсь Что такие самолеты Хотя бы в качестве Акционных В нашей игре Да появятся Да Самолет неплох И вот совсем не ожидал Что скажу Те же самые пушки МГФ Которые стоят На Эмиле Третьем Они очень и очень Неплохие Все познается В сравнении Ну и данный бой Подходит к концу Он как я уже говорил Исключение Здесь не везло Все таки Получалось Уничтожать противников Достаточно быстро И вот уже на филде Меня зенитки вражеские Должны сбить Они сбивают Что для меня Как то вот Несвойственно Совершенно Обычно У меня карма Не очень хорошая И здесь меня Они срезают На раз А тут я еще успеваю Сбить самолет противника И улететь Живым Ну относительно Но Улетаем Вот такой вот Самолет Вот такой вот Бой Понравилось Ставим лайк Подписываемся на канал Рекомендуем видео Друзьям Я с вами прощаюсь Чистого неба И хорошего настроения С вами был Лакрос Редактор субтитров А.Семкин